Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Артём Тупичкин. Наша команда подготовила для вас самые интересные новости. Итак, сегодня выпуски. Кол-центр приемной комиссии КФУ начал свою работу. Что ожидается на Марковниковском конгрессе по органической химии? Первые бесплодники Яндекса выехали на дороге Москвы. КФУ занял 8 место среди лучших технических вузов России по уровню зарплат выпускников последних 5 лет. Рейтинг составлен специалистами портала по поиску работы Superjob. В списке представлены вузы, выпускники которых заняты в IT-отрасли. Их средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей. К другим новостям. В Казанском Федеральном Университете стартовала приемная кампания. Если вы абитуриент или обеспокоенный родитель, вы можете позвонить по горячей линии. Об этом прямо сейчас. В Казанском Федеральном Университете началась приемная кампания. Для информирования абитуриентов открыт кол-центр. Кол-центр создан для того, чтобы информировать наших абитуриентов. Если вдруг возникают вопросы по порядку подачи заявлений, по порядку подачи документов, по срокам, по вступительным воспитаниям, по всем возможным вопросам, которые у них появляются, они могут обратиться к нам в кол-центр и там дадут исчерпывающий ответ. Кол-центр работает каждый год во время приемной кампании. На линии постоянно находятся 10 операторов. Вы можете позвонить по номеру 8 800 700 92 75. Оператор ответит на интересующие вас вопросы о поступлении. Про вступительные экзамены, подачу документов, направление подготовки, условия поступления, медосмотр и заселение в общежитие. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Орбитальная астрофизическая обсерватория спектр-рентген-гамма направлена на получение новых данных об эволюции Вселенной и обнаружение ранее неизвестных человечеству космических объектов. Планировалось, что аппарат будет запущен в космос 21 июня с космодрома Байконур. Однако при подготовке ракеты-носителя было выявлено замечание, и Госкомиссия приняла решение о переносе запуска на 22 июня. Напомним, что Казанский федеральный университет оказывает наземную поддержку в работе проекта. К другим новостям. С 24 по 28 июня пройдет Конгресс по органической химии, посвященный 150-летнему юбилею открытия правила Марковникова. Конгресс проводится под эгидой ООН совместно с Казанским федеральным и Московским государственным университетами. Об этом наш следующий сюжет. 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов Менделеева. В рамках этого года ЮНЕСКО утвержден комплекс важнейших мероприятий мирового масштаба. В перечень этих мероприятий входит и Марковниковский конгресс по органической химии, который проводится совместно с Казанским и Московским университетами. Президентами конгресса являются ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор МГУ Виктор Садовничий. Он приурочен к 150-летию открытия профессором Казанского университета Владимиром Марковниковым фундаментального правила, которое является классикой всей мировой химической науки. Дело в том, что 150 лет как раз таблицы химических элементов Менделеева исполняется в этом году и ровно 150 лет формулирования и создания Владимира Васильевича Марковниковым известного в органической химии правила, одного из важнейших правил органической химии, который развивает теорию Александра Михайловича Бутлерова, имя которого носит наш институт. Правило Марковникова стало вехой в развитии теории строения и реакционной способности органических соединений и впервые поставило вопрос о селективности протекания химических реакций. Он сказал, да, то есть тогда мы можем обсуждать, когда у вас разные атомы присоединяются к двум соседним, они могут вот так присоединиться и могут присоединиться, что наоборот. Это как раз развитие теории строения Александра Михайловича Бутлерова и он впервые обсудил вот эту реакционную способность органических соединений, поэтому он до сих пор во всех учебниках. Владимир Марковников проявил себя как талантливый ученый и организатор науки не только в Казанском университете. Переехав в Москву, он основал школу химии Московского университета, а также был одним из организаторов Российского химического общества. Московский университет был основан раньше на 50 лет, чем Казанский, а химию в нем создал Владимир Васильевич Марковников. Как говорят сами москвичи, сами профессора Московских, что вот с этого времени началась научная химия, так я скажу, в Московском университете. Там химию преподавали, но на уровне аптекаря. Ну там смешать составчик, то есть создать. А вот наука, как наука химии, стала развиваться в Московском университете благодаря Владимиру Васильевичу Марковникову. И они его считают основателем. Первые лекции Конгресса проходят 21 июня в Московском государственном университете имени Ломоносова. Основная программа с 24 по 28 июня в Гранд-отеле «Казань». На открытии Конгресса в Казани запланировано выступление премьер-министра Республики Татарстан Алексея Писошина, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, президента Академии наук Республики Татарстан Мигзюма Салахова. Международный Конгресс станет площадкой для общения более 400 ученых из разных стран. В нем примут участие всемирно известные химики-органики, Майкл Кришер, Джон Хартвик, Барри Трост и многие другие. В том числе и ведущие российские ученые Ирина Белецкая, Алексей Няшин, Владимир Минкин и так далее. Индекс Херша всех пленарных докладчиков не менее 30. Камиль Кемазненов, Универньюз. Автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но даже самое высокотехнологичное творение рук человека можно усовершенствовать. В рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников на дороге Москвы выехали первые беспилотники Яндекса. Станут ли автомобили будущего частью городской жизни, узнавал наш корреспондент. Яндекс тестирует прототипы четвертого уровня автономности, то есть машины, которые при движении по городу могут обходиться без участия человека. Пока прототипов насчитывается только пять, но в будущем их число будет расти. Напомним, что Казанским федеральным университетом совместно с научно-техническим центром КАМАЗ также была разработана система автопилотирования. Проект является уникальным. Система была создана для навигации внутри замкнутых пространств. Так, беспилотный грузовик КАМАЗ предназначен для работы на внутризаводских территориях. В прошлом году министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов в качестве пассажира успешно протестировал беспилотный КАМАЗ на подходе к мосту в Крым. В декабре прошлого года мы открыли совместный центр КАМАЗ КФУ. Он в большей степени создан для создания инфраструктуры беспилотных автомобилей. В частности, стоят задачи создания полигона для испытания беспилотных автомобилей, для создания различного рода приложений, которые будут использоваться, помощи водителям, которые будут использоваться водителями больших грузов. В рамках этого сотрудничества КФУ занимается подготовкой специалистов и созданием работоспособного коллектива на КАМАЗе, который мог бы решать задачи построения таких систем. Прежде всего, с ПАО КАМАЗ у нас сейчас определена дорожная карта на 2019 до 2021 года. Дорожная карта достаточно значительная, там более десятка проектов по различным тематикам, начиная от разработок достаточно серьезных и интересных систем машинного зрения, уникальных на рынке немедленнощих аналогов, и заканчивая так называемыми полигонами полунатурных испытаний по концепции ВИХИЛ. До конца года ожидается расширение зонтестирования беспилотных автомобилей в другие области, где многие компании могут вывести и свои беспилотники. Однако камнем преткновения является вопрос безопасности, а именно, кто понесет юридическую ответственность при попадании в аварийную ситуацию. Что происходит, если в любую аварию, в абсолютно любую, попал любое беспилотное транспортное средство, даже если оно не было однозначно виновата, не говоря уж о том, что оно было однозначно виновата. Это риски вообще для всей, в принципе, индустрии беспилотных транспортных средств. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. Для фанатов практических экспериментов, невероятных научных исследований и просто для любителей всего интересного и познавательного Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета организовал мероприятие под названием «Ночь науки». Подробнее смотри в сюжете нашего корреспондента. 20 июня в инжиниринговом центре Казанского федерального университета прошла «Ночь науки», организованная Набережно-Челнинским институтом КФУ. «Ночь науки» — это уникальный проект Казанского федерального университета, в котором каждому участнику выдается возможность прикоснуться к науке. Традиционно вечерняя программа мероприятия была наполнена выступлениями творческих коллективов, развлекательными презентациями, научными экспериментами, мастер-классами и лекциями от ведущих ученых. Мастер-класс по китайской иероглифике, лаборатория «Занимательная криминалистика», «Электромагнитные поля в жизни человека», «Виар-автосимулятор», «Эси» и многие другие мастер-классы были предложены гостям вечером. Всего на «Ночи науки» было представлено более 20 площадок. Также организаторы приготовили для участников уникальный научный шоу «Лед и пламя» и «Мобильный планетарий». Лилия Талипова, Универньюз. На этом у меня все. Следите за нашим телеканалом в социальных сетях и узнавайте больше. Артем Тупичкин с вами прощается.